Более 180 человек со всей области приняли участие в летних играх среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Результаты соревнований шли в зачет спортивно-культурного праздника Королева спорта Крутинка-2018. В Манеже Сибирский нефтяник были разыграны медали в семи видах спорта. Эти соревнования имеют давнюю историю. Первый раз их провели в 1980 году на базе областной клинической больницы. Тогда инициатором выступили врачи для своих пациентов. Они организовали спартакиаду по четырем видам спорта, по-моему. Удалась спартакиада, людям понравилось. С тех пор ежегодно проводится эта спартакиада. Теперь она уже включена в календарь областных мероприятий. Во-первых, где-то искать талант. Из таких соревнований я сама стала заниматься спортом только из-за этих соревнований. Я думаю, что молодежь у нас растет, людям надо куда-то двигаться. Здесь появляются тренера различные, выезжают куда-то. И тем самым мы находим наши таланты. Очень хорошо. Каждый год мне нравится размещение, хорошее питание, хорошее. В принципе, так, ну, контингент весь дружелюбный. Общение нормальное. Для нас важен командный зачет. Мы работаем командой. Тут личные достижения. Это уже на втором плане. Главное, очки по командой все набрать. Но пока нормально, пока выигрываем. Это, по-моему, для каждой команды, от каждого района. Это большое значение игры в эти, которые проводятся областные. Но все готовятся. Ну, как бы для себя еще, во-первых, люди-инвалиды. Для них это, соответственно, своего рода утверждение уже хоть как-то. Сложновато, потому что весовая категория немножко по-разному, до 70 кг. Но соперники были как бы наравне сильные. По итогам игр победителями стали спортсмены Саргатского района. Среди них особо отличились силачи, ставшие лидерами в пауэрлифтинге. Также поднимались на пьедестал теннисисты и стрелки из этой дружины. Мое первое участие, мне очень понравилось. Здесь общение без ограничений. В общем, сама атмосфера дружеская, невзирая на отклонения, какие бы ни были. У кого там нога, у кого слух. Ну, все дружно, тщательно, замечательно. Вообще прям без слов. Слов нету, одни только эмоции. И они очень потрясающие. На втором месте в общекомандном зачете спортсмены Черлакского района. Они стали первыми в трех видах программы – легкой атлетике, армрестлинге и стрельбе. В теннисе и шахматах победу одержали атлеты Тарского района, что помогло получить им бронзу командного зачета.